Когда выкапывать гладиолусы? Чтобы из года в год лубоваться стройными гладиолусами, их следует окружить заботой и вниманием. Слишком суровый климат некоторых регионов не позволяет луковицам безопасно зимовать в земле. Перед цветоводами встает вопрос, когда выкапывать гладиолусы, чтобы они благополучно долежали до весенних посадок. Уход за гладиолусами осенью. Начинать подготавливать гладиолуса к зиме нужно с лета. Срезка цветоносов производится до формирования семян в период, когда цветы начали увядать. Это даст луковицам время и возможность накопить достаточно сил, чтобы продержаться зимний период. В осенний период специальный уход для цветов не требуется. Последний обязательный полив проводят в первой декаде сентября теплой водой с марганцовкой. Помимо питательных веществ, растение получит хорошую возможность избавиться от патогенных микроорганизмов. Важно! Подкормка гладиолусов навозом вызывает грибковые заболевания. Уход за гладиолусами осенью. Подготовка к зиме. В процедуру входит обрезка, выкапывание, хранение. Задолго до заморозков гладиолусы обрезают почти до основания, оставив отростки около 2 см. Эта операция позволяет луковицам хорошо сформироваться и значительно сокращает срок просушки. На большой плантации допустимо скашивать надземную часть кустов, но желательно обрезать каждый куст секатором. Обязательно ли выкапывать гладиолусы? Когда наступает осень и холодает с каждым днем, некоторые цветоводы встают перед проблемой относительно зимовки цветов гладиолусы. На зиму выкапывают или нет, как сохранить их до следующего года в земле? Если область выращивания южная, где температурные показатели крайне редко бывают ниже нуля, то гладиолусы можно отставить в земле. Однако укрыть их все же придется, кладут щиты, покрывают их пленкой, а сверху набрасывают слои листьев или опилок. Однако климат средней полосы России имеет затяжные суровые зимы и нежные луковицы погибнут. Влажная и холодная земля погубит их задолго до весны. Однако существуют видовые гладиолусы, которым не страшен открытый грунт. Они не нуждаются в выкапывании и хорошо переживают холода под укрытием. Такие сорта очень редкие и довольно дорогие, поэтому встретить их в садах почти невозможно, но при затяжных морозах они также могут вымерзнуть. Важно! В северных районах и в средней полосе России гладиолусы нужно выкапывать обязательно. Чтобы перезимовать без проблем, луковицам нужна температура не ниже плюс 2С. Даже если очень хорошо укрыть цветы, во время оттепеля не могут загнить, ими могут полакомиться мыши. Когда выкапывать гладиолусы? Клубни луковицы гладиолусов важно выкапать до промерзания земли. Если это сделать позже, когда холода уже наступит, то при хранении они будут гнить. При охлажденных луковицах вода разрушит клетки и даже одна ночевка в замороженной земле и огубит их. Также небезопасно, когда выкапывать луковицы гладиолусов приходится раньше срока. Чтобы адаптироваться к условиям хранения им понадобится времени гораздо больше. На таких луковках чешуи мягкие, сами они легко травмируются. Потратив много сил для зимней подготовки, посадочный материал теряет воду, сморщивается. Но бывают случаи, когда приходится выкапывать гладиолусы сразу после цветения, пораженной гнилью или вредителями особо ценный сорт. Тогда извлекают луковицы преждевременно, но только со второй декады июля. Многие садоводы отмечают, что цветы выкапывать нужно после уборки картофеля, но задолго до заморозка. Если клумбу украшает еще пара гладиолусов, то их срезают. На заметку. Золотое правило, когда убирать гладиолусы через 40-45 дней по окончанию цветения. К этому моменту луковки вызревают. У ранних сортов срок выкапывания наступает примерно через полтора месяца. Луковица за этот период наберет массу, окрепнет, образуют детки. Требуется только обязательно срезать цветоносы, иначе, потратив силы на семена, гладиолус не сможет подготовить луковицу к зиме и в будущий год не зацветет. Когда выкапывать гладиолусы уборка гладиолусов. Чтобы выкопать и подготовить клубни луковицы к зимовке, нужно иметь необходимый инвентарь и препараты. Это виллоплетеная корзина. Пары емкостей. Борная кислота. Марганец. Один из беззараживающих препаратов. Карбофос. Триходер. Эмвириди. Максим Дачник. Убирают гладиолусы поочередно, в зависимости от сорта, в начале, ранее, потом, среднее, позднее. Первоочередно принято заниматься бордовыми, сиреневыми, фиолетовыми гладиолусами, поскольку иммунитет у них значительно слабее. Важно. Убирать цветы желательно в сухую ясную погоду, так как сырые комья земли плохо разбиваются, и можно пропустить небольшие лукавки. Выкопав куст, землю устряхивают, обирают детки из корней материнской луковицы. Часто от молодняка избавляются, но цветоводы оставляют самые крупные детки, чтобы сажать их по весне. Крупные луковки промывают, старые донцы удаляют. Если клубень достаточно зрелый, то оно хорошо отделяется. Недозревший клубень должен немного полежать, чтобы дозреть, только тогда донцы отделяют. Обработка луковиц, чтобы в будущем году расцвели гладиолусы, уборка и хранение их луковиц должны быть проведены правильно. Из выкопанного материала отбирают самые крупные и здоровые клубни, не старше 4 лет. С них срезают корешки, промывают, пускают в обеззараживающий раствор. Держать посадочный материал в растворе следует полчаса. Если на луковицах имеются небольшие повреждения, их следует срезать и обработать зеленкой. По окончанию процедуры отщекают стебель. Шелуху с клубни удалять не нужно. В таком виде клубни и луковицы можно сохранять до весны. Хранение луковиц важно. Каждый цветовод должен знать не только, когда выкапывать луковицы гладиолусов, но и как их хранить, чтобы было, что сажать. Первые три недели цветочные клубни должны отлежаться при температуре плюс 22-25 градусов Цельсия. Для этого подойдет частный дом или квартира. Ежедневно луковицы переворачивают, чтобы чешуи хорошо подсыхали и можно было снять верхние без опасения повредить тело. Только после этого клубни переносят на хранение ворохладу, поместив предварительно в картонные коробки. Для предотвращения появления грибков с гладиолусами в картонки кладут зубчики чеснока. Защитить клубни от избытка влаги помогут древесная зола и переветертая сухая мята. Хранение луковиц гладиолуса Уборка гладиолусов в Сибири и Подмосковье, на Урале Большинство гладиолусов, которыми заполонен московский регион, цветет под конец июля и в августе. Срок выкапывания их приходится на сентябрь месяц. Хранят клубни в адвалах, погребах, поместив в деревянные ящики, накрыв сеном и полотном. Что касается Урала и Сибири, то климат позволяет выращивать там только ранние сорта гладиолусов. Кратковременное тепло позволяет растениям зацвести к сентябрю. Урал знаменит суровым климатом, поэтому все цветы гладиолусов срезаются в начале сентября. До конца месяца луковички вполне успевают насытиться питательными веществами и их выкапывают. Важно! Клубни луковицы гладиолусов изреют быстрее, если цветонос срезать раньше после раскрытия нескольких нижних цветов. Сибирь имеет затяжные зимы, заморозки часто появляются уже в середине сентября. Луковицы цветов не в состоянии дозреть в открытом грунте. Садоводы выкапывают недозрелые клубни и вместе с комом почвы помещают в ящики, которые относят в адвал, имеющий температуру выше нуля. Там необрезанные гладиолусы спокойно дозревают, потом их обрабатывают. Чтобы каждый год замечательные цветы могли радовать глаз, нужно вовремя их выкапывать и уметь правильно сохранить в зимний период. Субтитры создавал DimaTorzok